Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ваша новая соблазнительница. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких же энергиях вы пребываете. Так, вот хочется, знаете, и любви хочется, и хочется куда-то на край света, но если бы это было еще с любимым человеком, да. Вот какая-то неопределенность в вашей жизни. Произошли у вас, я думаю, совсем не так давно, да, какие-то кардинальные перемены. Это может быть смена жительства, место жительства, смена, я не знаю, партнера, смена работы. То есть были такие довольно важные и очень травматичные для вас изменения. У некоторых проиграется, что это действительно было изменение вот вашего статуса, так скажем, да. Если раньше вы были, допустим, женатый человек, то сейчас вы больше холостяк. Да, причем у вас сейчас такое, знаете, вот внутреннее какое-то состояние одиночества. Вот вы настолько наелись вот этой злости и агрессии вашей женщины. Сколько было злости, боли и обид в вашей жизни, особенно вот в последнее время, может быть, либо же в последнее время, вот когда ваши отношения вот заканчивались, да, вот под конец отношений. Очень много было злости и обид в ваш адрес. Очень, очень сильно человек вас ранил. Это при том, при всем, что вы старались для этой женщины. Вы, ну, как бы из кожи вон лезли, все покупали. Вы старались и деньгами, и подарками. Ну, в общем, чем только можно, вы старались и помочь. Понятно, что в меру своих возможностей. Так, что еще? Вот как будто, да, вот ваша жизнь как будто застопорилась и подвисла. Вот некий такой вот жизненный тупик, да. Вроде бы и сильный мужчина, а в то же время как будто вот, ну, эта женщина вас немного сломила. Вот, несмотря ни на что, вот она стала, как бы, главной виновницей вашей теперешней жизни, вот того, что происходит сейчас с вами. У каждого это будет проигрываться по-разному. Начиная от состояния тотального одиночества, от неопределенности, от какой-то неуверенности в себе. Плюс у некоторых из вас может проигрываться очень много страхов и комплексов. И это относительно женщин тоже в том числе. Ну, то есть она вот вам как бы дала прикурить, что называется. Вот она дала вам, знаете, такой жизненный урок и опыт, который, я думаю, вы не забудете никогда. Потому что человек, который настолько неблагодарно отнесся, да, вот, ну, человек, который даже сейчас, возможно, у некоторых проигрывается, даже сейчас она может как-то вот нападать, доставать какие-то претензии в ваш адрес, да. Ну, то есть она настолько вот вас как бы растоптала, растоптала вашу любовь, ваши чувства, вообще всё, что делали. Поэтому у вас сейчас какое-то вот состояние, ну, упадническое, я бы сказала, какое-то вот одиночество, что ли. Давайте-ка посмотрим, какая-то, да, вот вообще, вам понимаете, вот, как будто убито, разбито, всё наповал, да, вот состояние. У кого-то это ещё сейчас продолжается, да, поскольку общий расклад. У кого-то уже это состояние немножечко стабилизируется, но было приблизительно такое, было плохо. Так, какая же соблазнительница новая появится в вашей жизни? Смотрите, после периода, вот у вас был настолько чёрный период, да, у кого-то сейчас он ещё продолжается, особенно если это свежие отношения. В вашей жизни появится совершенно другая женщина, причём она появится, знаете, вот, как будто вот в наглую ворвётся в вашу жизнь. Это будет очень неожиданное знакомство, причём дама сама проявит инициативу, она очень активно её проявит. Вот знаете, как бывает иногда женщины, вот говорят, сами вешаются на мужчин, да, я думаю, ну, насколько я знаю, далеко не все любят такое поведение женщин, да, вот какое-то вот вызывающее. Вот она будет пытаться всячески вам, да, поначалу как-то попадаться на глаза, всячески будет, знаете, вот атаковать вас. Даже давайте-ка посмотрим вот всё-таки, как вы отреагируете на её вот эти вот соблазнения. На тот период вы ещё будете не готовы вот к отношениям, ещё вы будете вот с разбитым сердцем. Она же, ну, она, знаете, она такая любительница денег, она такая дама, которая пойдёт на пролом, если ей что-то надо. Она вот своего не упустит, это точно. Вы будете очень осторожно с ней тогда, вот она будет к вам заигрывать, там, флиртовать и так далее. Вы будете холодно, сдержанно держаться, но её это абсолютно не остановит. Так. Я вам скажу, вы даже, может проигрываться, что вы её отошьёте, да, вот вы её будете отшивать от себя. Смотрите, давайте я сейчас коротко опишу. Дама моложавая, она, скорее всего, моложе вас, блондинкой, может быть. Такая любящая носить открытую одежду. Любящая, ну, вот из таких, что, знаете, вот носят мини-юбки там и так далее. Ну, то есть, очень и очень непростая дамочка. Она своего никогда не упустит, потому что она привыкла иметь то, что она хочет. Она такая, знаете, вот из избалованных женщин. Я не могу сказать, что она относится к женщинам лёгкого поведения, но что-то такое вот приблизительно из этого. Да, вот вы её отошьёте, она вам будет как бы не нужна. Да, она и так, и сяк вам, да, и со всех сторон будет. Даже вот когда вы её отошьёте, она будет всё равно вас преследовать в какой-то период. Потому что, как я уже сказала, это даже как бы по её самолюбию будет бить. Потому что она не привыкла, что ей отказывают мужчины. Она привыкла всегда быть победительницей. Она привыкла быть на высоте. А тут её раз и отшили, да. Нет, она этого не позволит, она этого не допустит. Женщина очень страстная, я вам скажу. Она большая любительница интима. Она большая, да, вот, она большая любительница всех этих страстей, любовных утех. Но опять же, смотрите, да, она любит менять мужчин. Но она, если влюбляется, она становится такой любящей всей. Но это опять же, пока она влюбляется. Ну, то есть, это такой уникальный кадр. Это женщина, которая вот на первое место ставит интим. Для неё, знаете, вот добиться мужчины, вот такие женщины такого типа, они считают, что мужчину можно удержать постелью. Кстати, напишите. Очень интересно посчитать ваше мнение. Вы считаете, что можно мужчину удержать постелью или нет? Я, допустим, считаю, что нет. Потому что ко всему привыкаешь. Даже к суперскому такому вот интиму привыкаешь. И если это будут какие-то стабильные, да, вот, долгосрочные отношения, то на одном интиме далеко не уедешь. Это просто всё приедается, надоедает, да. Сначала всё-таки должна быть какая-то духовная близость, схожие интересы, да, когда люди подходят друг к другу именно духовно, душевно подходят, а интим уже как бы на втором месте. Но она, я ещё раз говорю, она привыкла вот завлекать мужчин именно с помощью вот себя, да, вот своих вот интимных каких-то вот услуг, флирт. Я не говорю, что она за деньги это делает. Ну, как-то вот она считает, что именно вот это важно и для мужчины. Вот она считает, что вот интим — это первое и главное, что есть вообще в жизни мужчин, что можно с помощью хорошего интима, можно крутить, вертеть мужчиной направо и налево, он будет на всё согласен и так далее. Но вот именно когда она влюбляется, вот она становится белой, пушистой, она становится не склонной ни к изменам, ни к чему, да, потому что так она мужчин может менять, как перчатки. Это такая особа, которая довольно уникальная. Вот я думаю, сейчас посмеются многие мужчины, потому что, ну, я думаю, любой уважающий себя мужчина, ну, не свяжется с такой женщиной. Напишите в комментариях, пользовались вы вообще услугами когда-нибудь вот этих женщин лёгкого поведения, да? Я думаю, ну, это надо, наверное, не ценить себя совершенно, чтобы связываться с такими людьми. Лучше уж тихо сам собою, извините за сравнение, чем связываться, ну, с какими-то вот грязными женщинами, которые, ну, ни в грош никого не ставят, да, которые к мужчинам, так как к потреблению какому-то относятся, сегодня один, завтра второй. Да, она может влюбиться, да, она периодически влюбляется, тогда она остепеняется, конечно. Но опять же, любовь нужно уметь сохранить, любовь — это такая очень хрупкая штука, сродни механизму часов, да, выпадает один винтик, и всё, и любовь рушится, да. Поэтому, ребята, давайте, будет ли у вас что-то с ней? Нет, вы знаете, всё-таки вы её к себе не подпустите. Я, в принципе, так и думала. Нет, она будет вас атаковать. Она будет, вот вы её будете отшивать, она какой-то период будет атаковать вас и дальше. Но это будет всего лишь какой-то флирт, заигрывания какие-то, да, вот намёки. Вот пошли туда сходим, пошли там в баньку, в сауну, там ещё куда-то, либо же приходи ко мне на чай и всё такое. Но вы её отошьёте, это однозначно. Будет, кстати, ещё может проиграться такой момент, что, может быть, ну, будет такое, либо же, знаете, у вас состояние не очень такое хорошее, ну, я имею в виду грустно, слишком плохо на душе, что вы призадумаетесь, а, может быть, пойти провести время, но всё-таки нет, всё-таки вы решите, что нет. Потому что вот в вашей жизни всё равно у вас появится другая женщина, которая станет вашей главной любовью, вашей императрицей. А это уже пойдёт в освоясь, и потому что, если вы влюбляетесь, для вас мир гаснет, и всё гаснет просто ради одной женщины. Здесь уже вы начнёте вкладываться, уже вы будете бегать за этой женщиной, за своей императрицей, потому что, ну, всё-таки вы охотники по природе, да? Я не устаю об этом говорить, что, ну, мужчина всё равно должен как-то больше проявлять инициативу. Ну, просто по природе так создано. И я знаю, многие мужчины не любят, когда женщины бегают за ними. Это как-то даже унижает женщину. Напишите в комментариях, согласны вы или нет. Нравится вам или нет, когда женщина за вами бегает, пытается вас там охмурить как-то, да? А ещё если, тем более, женщина вам не нравится, она за вами будет упадать и бегать. Но это вообще будет трэш, да? Это даже, наверное, противно. Некоторые мужчины просто на три весёлых буквы могут послать такую женщину. Вот, поэтому вот такая очень необычная особа пришла к нам на расклад сегодня, да? Вот всё-таки она мне таких вот легкодоступных женщин почему-то напоминает, которых мужчины абсолютно не уважают, которых, как правило, вытирают ноги, используют, да? Вот там на ночь провести время, либо ещё там куда-то поехать. И выбрасывают как ненужный отработанный материал. Да какой нужно быть женщиной, насколько не уважать себя, да? Чтобы позволять вот ради каких-то, может быть, денег, да? Ради вот какого-то развлечения, удовольствия, удовольствия, чтобы к тебе так относились мужчины, да? Это какой же должен быть человек? Для меня это, конечно, нонсенс и загадка. Много сейчас, конечно, таких женщин, легкодоступных, к сожалению, но я думаю, это всё идёт, конечно, из детства, начиная от воспитания родителей, да? Много неблагополучных семей. У нас девочки растут в неблагополучных семьях, многие, без отцов многие растут, да? Ну, то есть им не заложили вот эту вот культуру поведения, не заложили культуру взаимоотношений мужчин и женщин. Они не видели, как это должно происходить. Поэтому имеем, что имеем, к сожалению. И очень страшно то, что даже маленькие, вот несовершеннолетние девочки, я слышала неоднократно, что чуть ли не одиннадцатилетние девочки сами начинают себя предлагать мужчинам, взрослым. Это, по сути, это ребёнок, да? Одиннадцать, двенадцать лет, но это ребёнок. И к чему идёт и катится общество, да? Это просто страшно. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!